Россия продолжает циничное вторжение в Украину, нарушая все законы современного мира. Отдельная война ведется на море, и тут жертвой российской агрессии, кроме Украины, уже стал весь мир. ВМФ России терроризирует Черноморский регион и несет угрозу всему судоходству. С начала войны на море атаки российских ВМФ подверглись пять гражданских судов. Одно затонуло. Кроме этого, идет варварское минирование Черного моря. Гражданские суда просто боятся заходить из-за очень высоких рисков, подвергнуться атаке или напороться на расставленные русскими мины. Цель российского террора понятна. Нанесение большого экономического урона Украине, искусственное создание голода в странах, зависящих от экспорта продуктов и зерна из Украины, и давление на политическое руководство западных стран с целью, чтобы они пошли на уступки по вопросу Украины. Блокада портов Украины нарушила торговлю и вывоз, в первую очередь, сельхозпродукции в другие страны. Особенно это касается экспорта зерна, от которого зависит продуктовая безопасность многих стран. Абсолютно понятно, что на все и всех России плевать. Никакие жертвы или смерти не волнуют русских от слова «совсем». И остановить этот террор нельзя никакими уговорами. Все звонки диктатору Путину, высших чиновников и разных топ-политиков из других стран не только бесполезны, но и вредны. Они создают иллюзию того, что с ним кто-то еще о чем-то может договариваться. На самом деле упрашивать Россию стать цивилизованной страной нет смысла. А лучший аргумент продемонстрировали вооруженные силы Украины на примере крейсера «Москва». А кроме крейсера «Москва» раньше большого десантного корабля «Саратов». Вспомогательного судна Всеволод Бобров и нескольких судов и катеров поменьше. Если вооруженные силы Украины получат соответствующие средства, способные, например, по дальности или по тактико-техническим характеристикам касаемо преодоления систем ПВО, поражать цели противника в зонах блокирования или как в море, так и в пунктах базирования, то, естественно, что это будет фактором, который может снять блокаду с портов и судоходных каналов. Успешные контрдействия украинских военных сделали оккупантов осторожными. В строю УВМФ России находятся более 20 военных судов, которые несут ракеты типа «Калибр», торпеды и мины. Эта группировка сейчас угрожает безопасности всех стран Черноморского бассейна. Поскольку Турция не пропускает никакие военные суда через Босфор, кроме своих собственных, Россия не может вывести на ремонт или усилить свою группировку в Черном море и вынуждена обходиться ремонтами поврежденных судов в Севастополе, Донузлаве и, возможно, Новороссийске. Так, в Севастополе на ремонте сразу три больших десантных корабля. Два из них были повреждены во время атаки украинских вооруженных сил на десантный корабль «Саратов», который в результате затонул в порту Бердянска. Один из них имеет очень значительные повреждения и вряд ли сможет вернуться в строй быстро. Два других ремонтируют ускоренными темпами. Также оккупанты проводят работы и поднимают со дна затопленные катера типа «Серна» и «Раптор» в районе временно захваченного острова «Змеи» с целью ремонта и возвращения в строй. Но эти действия вряд ли сильно изменят обстановку, тем более это не произойдет быстро. Группировка ВМФ России все еще сильна в Черном море, но уже отошла на значительное расстояние от зоны досягаемости украинских ракет «Нептун». Кроме флота России еще есть ряд факторов, которые могут угрожать. Мины, например, морские. Не секрет, что в акватории Черного моря проводились минные постановки. Блокировались с целью блокирования этих судоходных маршрутов. Поэтому надо еще будет проводить, кроме уничтожения флота России, надо будет еще проводить троллиния соответствующих маршрутов и акватории. Много чего еще может быть. Но в значительной степени уничтожение флота российского на Черном море будет способствовать безопасности. Почему? Потому что сейчас именно его действия определяют угрозу судоходству и блокированию наших портов и маршрутов судоходных. Фашистская Германия во время Второй мировой войны использовала такую тактику, как сейчас использует Россия. И вела войну против гражданских судов. Тогда в блокаде была Европа и в первую очередь Великобритания. Единственным противодействием были конвои и борьба на море, уничтожение субмарин и военных судов фашистов. То же самое необходимо делать и с ВМФ России. С той лишь разницей, что никаких конвоев по Черному морю не будет. Мир уже дал понять, что не готов сражаться с Россией ни на земле, ни на суше. Остается один выход для разблокирования торговых маршрутов. Необходимо тотальное уничтожение всего Черноморского флота России, включая подводные лодки. И если надводный флот можно уничтожить одним ударом, то подводные лодки представляют большую проблему. В Черном море сейчас шесть подводных лодок России. Все они типа «Варшавянка» и несут на себе ракеты «Калибр», которыми обстреливают украинские города и села. Еще одна подводная лодка сейчас на ремонте. Украина пока ведет войну на своей территории и не наносит удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму и по Новороссийску. Но, видимо, эта позиция Украины будет длиться недолго. Союзники передают Украине современные противокорабельные ракеты «Гарпун», способные поражать цели на расстоянии до 280 километров. Как только этих вооружений будет достаточно, вольготная жизнь ВМФ России закончится. ВМФ России несут большую угрозу безопасности Черноморского региона. Надежды на отрезвление в Кремле нет. И терпеть террор России на море никто не будет вечно. Редактор субтитров А.Семкин